Итоговая еженедельная программа. Ну, знаю, что РБК анализировал данные. Доналоговая прибыль также выросла по сравнению с 2016 годом плюс 13%. Чистая прибыль предприятия в 2017 году составила 875 миллионов долларов. Объем экспорта прирос на 16% и составил почти 11 миллионов тонн. По словам генерального директора «Уралкали» Дмитрия Осипова, на рост объемов выручки и производства повлияло восстановление мирового калийного рынка в прошлом году. Кроме того, эксперты прогнозируют сохранение позитивного тренда в отрасли и в 2018. По оценке генерального директора «Уралкали» Трейдинг Александра Терлецкого, мировой спрос на калийное удобрение сохранится на высоком уровне и может составить до 68 миллионов тонн. Основными факторами высокого спроса будут благоприятная экономика импортеров, а также приемлемая рентабельность и растущие потребности сельского хозяйства. По прогнозам, цена будущего долгосрочного контракта «Уралкали» с китайскими переговорным консорциумом может показать двузначный рост в процентном отношении по отношению к цене прошлого года. Ну а прибыль и общий совокупный доход «Артелеком Холдинга» по итогам прошлого года увеличился в пять раз по сравнению с 16. Большинство финпоказателей компании выросли, показали положенную динамику. Общий объем активов вырос на 14% и превысил 46 миллиардов рублей. Вурочка по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилась почти на 20%. Валовая прибыль в полтора раза. Прибыль и общий совокупный доход «Артелеком Холдинга» по итогам отчетного периода превысил миллиард 100 миллионов рублей. Также прибыль на акцию увеличилась за год в пять раз с 7 до 35 рублей на одну ценную бумагу. Кроме того, стало известно, что Пермский «Артелеком» объединился с брянскими кабельными сетями. Эксперты отмечают, что партнерство с Холдингом поможет повысить качество услуг компании до уровня федерального оператора. По словам экспертов, после присоединения брянской компании совокупной долей рынка широкополосного доступа в интернет у «Артелекома» состоит на территории области примерно 30%. Аналитики также отмечают, что самым привлекательным для «Артелекома» в приобретенном активе могут быть такие показатели, как самая большая зона покрытия сети в Брянске и широкий спектр услуг для бизнеса. В конце января «Артелеком» сообщал, что намерен в течение двух лет потратить порядка 17 миллиардов рублей на покупку операторов связи. По словам Кузяева, президент компании «Холдинг» еще в 2016 году и в 2017 году приобрел 20 компаний в разных регионах страны, потратив порядка 14 миллиардов рублей. Приоритетным рынком глава «Артелекома» считает Петербург. Там компания, по его словам, занимает около трети рынка. В компании «Фридом Финанс» добавляют, что ценой такого быстрого роста компании является снижение ее кредитного рейтинга в связи с увеличением долговой нагрузки. Однако это не напугало ВТБ, который открыл оператору кредитную линию в 45 миллиардов рублей со сроком доступности в 7 лет. И это, по оценке экспертов, позволяет не только покупать компанию, но и вкладывать средства в их развитие. На этой неделе, 5 апреля, акции мотовельхинских заводов были исключены из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных торгам на московской бирже. Об этом сообщают представители площадки. Связано это с признанием организации банкротом. Это случилось в середине марта. Задолженность предприятия превысила 13 миллиардов рублей. В прошлый четверг, 29 марта, торги бумагами мотовельхинских заводов приостановили по тем же причинам. В отношении холдинга сейчас открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Но предприятия отмечали, что это не означает прекращение производственной деятельности и ликвидацию предприятия. Кроме того, вслед за банкротством управляющей компанией «Мотовельхи» аналогичные процедуры начинаются и в других ее подразделениях. Так, процедура наблюдения введена на металлургическом заводе «Камасталь». Источники издания «Коммерсан» также сообщают, что после банкротства на площадке МЗ останутся два предприятия. Оборонное производство в специальном конструкторском бюро «Гражданское» перейдет в организацию «Мотовельхи» гражданское машиностроение, в том числе и «Камасталь». Как сообщили издания в Ростехе, главной идеей разделения маш-холдинга является сохранение компетенции в области производства РСЗО и артиллерии, а также выделение гражданского производства в отдельный дивизион. Порядка четверти миллиарда собственных средств вложила компания «Новомед Перм» в создание собственного литейного производства. Уже к началу осени оно выйдет на полную мощность, рассказали телеканалы РБК на самом предприятии. По новому производству площадью порядка 4000 квадратов реконструирован бывший механический цех. В конце минувшего года была запущена полностью вся технологическая цепочка. По словам специалистов, благодаря применению современных технологий и материалов, а также автоматизации ряда этапов, весь технологический цикл длится до 7 дней. Выход на полную мощность подразумевает освоение порядка 80 ступеней или 160 деталей погруженных центробежных насосов. По словам гендиректора предприятия, в планах наращивать мощности дальше, как минимум в полтора раза за счет дальнейшей автоматизации и роботизации цеха. Собственное производство, оно себестоимость одной детали на 25-30% меньше, чем мы закупали на стороне. Соответственно, это влечет в снижение себестоимости всего изделия верхнего уровня. Ну и, соответственно, мы можем быть более конкурентоспособными в грядущих тендерах. Ну и, как ранее сообщал РБК Перем, строительство собственной литейной площадки связано с оптимизацией цепочки поставок компании. Планы создать 150 новых рабочих мест не изменились. Ну, Рустам, а если с литейкой там все более или менее ясно, известно ли о других инвестпроектах компании? Антон, есть на самом деле один. Они уже заявляли о нем. Это производство собственного кабеля. Но пока мало подробностей, думаю, компания вскоре раскроет. Спасибо, Рустам. Рустам Багизов и новости компании в нашем эфире только что. Прямо сейчас Ирина Котова, руководитель представительства Финам в Перми с обзором рынков. Ирина, приветствую тебя. Но, как я понял, новостей не очень много. Есть ли позитивные? Да, Антон, приветствую. Действительно, новостей не очень много, но есть существенные. Сейчас об этом расскажу поподробнее. Малое количество новостей послужило, как ни странно, поводом к возобновлению покупок практически по всему миру. Это при том, что между напряженными отношениями Китая и США остается полная неясность. На валютной секции московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Отсутствие поддержки со стороны экспортеров не позволяет нашей валюте отыграть позитивную динамику рынка энергоносителей. В результате, к окончанию недели доллар потянулся на 0,76%, до 57,72 рубля. Евро прибавил символически 0,1%, до отметки 70,56 рубля. С технической точки зрения на графике американской валюты продолжает складываться картина в пользу ее дальнейшего восстановления. В рамках этого сценария роста можно ожидать уровень 59 рублей, который выступает ближайшим сопротивлением. Однако уже в рамках следующей недели экспортеры начнут подготовку к налоговому периоду, что увеличит предложение валюты на рынке, а нефть может попытаться подняться в район 70 долларов. Оба фактора существенно негативно влияют на возможности быков по достижению цели роста. По итогам недели российский фондовый рынок смог продемонстрировать уверенный рост. Индекс Морсбиржи прибавил 0,7%, до отметки в почти 2295 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,06%, до отметки 1254,5 пунктов. Поводом к покупкам послужили закрепления нефтемарки Brent выше 68 долларов, а также ситуация на внешних фондовых площадках. Так, закрытию торгов четверга в Европе основные индексы прибавляли до 3%, а основные индексы США, такие как Dow Jones и S&P 500, выросли почти на 1,5-2% соответственно. Сегодня Министерство труда США опубликовало мартовские данные по росту заработной платы, что позволит игрокам оценить динамику инфляции в стране за темпами роста, которые в принятии решения по процентной ставке пристально следит ФРС. По оценке JP Morgan, американский регулятор может ускорить подъем ставки, если инфляция будет расти опережающими темпами. Однако, по мнению аналитиков, пока процентная ставка ФРС не достигнет 3% уровня, беспокоиться о ее пагубном влиянии на фондовые биржи не стоит. В свою очередь, основным риском для глобальных рынков могут послужить опасения инвесторов в отношении замедления роста мировой экономики. Стоимость золота может подняться до максимума за 5 лет, если начнет полноценная глобальная торговая война. Золото может подорвать до 1 400 долларов за унцию в 2018 году. Поскольку усиление опасений по поводу ухудшения условий мировой торговли вызовет резкий рост спроса на защитные активы, при этом длящийся три десятилетия бычий тренд на долговых рынках близок к завершению. Спотовая цена на золото сейчас составляет порядка 1 340 долларов за унцию, а объем данного металлобиржевых фондов сейчас находится вблизи максимумов за 5 лет. Таковы основные события уходящей недели. Удачных вам инвестиций! Ирина, благодарю тебя. Ирина Котова в нашем эфире, руководитель представительства ФИНАМ в Пельме. Прямо сейчас короткая реклама, после нее поговорим о Совете ректоров вузов, который состоялся сегодня в нашем городе. Не переключайтесь. Итоговая еженедельная программа в эфире РБК. Мы продолжаем. Экспорт региональных образовательных услуг. Эта тема сегодня была обозначена как ключевая на Совете ректоров вузов Пермского края. О потенциале нашего региона в этой сфере, ну и, собственно, подробности прошедшего мероприятия, надеемся узнать от нашего гостя. Сегодня в нашей студии Ирина Петровна Корюкина, ректор Пермского государственного медицинского университета, профессор. Ирина Петровна, приветствую вас. Здравствуйте. И благодарю за вашу отзывчивость. Ну, прежде всего, да, о потенциале нашего региона в сфере экспорта образовательных услуг. Потому что, ну, ваш вуз, ну, как никто другой, мне кажется, обладает опытом в этой сфере. Я хочу сказать, что Пермь вообще студенческий город. У нас достаточно большое количество очень разных и очень сильных вузов. Они готовят специалистов в самых разных областях. А на сегодня образование – это очень ценная вещь. Она востребована за рубежом. А экспорт российского образования – это еще и политическая задача. Взаимодействие стран, дружбы, определенные между народами, как раньше говорили. Это реальная дружба, действительно, и на долгие годы. И вот наш потенциал очень востребован. Мы видим это на своем примере. У нас число иностранных учащихся за последние буквально три года выросло в семь раз. А можете вот, ну, какие-нибудь цифры привести? Там, не знаю, три года назад условно, там, порядка тысячи человек там иностранных. Мы начинали, у нас было где-то шесть государств. Было небольшое количество, несколько десятков иностранных учащихся. Это произошло, когда Пермь стала открытым городом. В настоящее время у нас 30 стран. Обучалось и обучаются представители в нашем вузе. И на сегодня мы стали преподавать еще медицину на английском языке. И стали особенно востребованными. В том числе и с этим связан такой рост. Это учащиеся из Индии и Египта прежде всего. И в настоящее время у нас около тысячи примерно иностранных учащихся. Около тысячи студентов. Но так по логике вещей, да, вроде бы как еще наш фармацевтический вуз, да, тоже имеет такой опыт, имеет такую практику, там, работать с иностранными студентами. Если говорить о политехническом университете, я уж тоже так по старинке называю, политехническом университете. Иностранные учащиеся могут быть везде. Они востребованы и в строительстве, в авиационной промышленности, в транспортной системе, в нефтедобывающей отрасли. Безусловно, везде. Поэтому Пермь и Пермский край интересны очень для вот таких потенциальных абитуриентов. И надо эту работу развивать. Поэтому сегодня ректорское совещание было посвящено этому вопросу. Говорили, обсуждали, что же надо сделать для того, чтобы число иностранных учащихся во всех вузах увеличивалось. И чтобы привлекательность обучения в Пермском крае была постоянная. Ну, смотрите, вот важный очень момент затронули, да, это, вот вы сказали, медицина на английском языке, да. Ну, соответственно, по профилю там иных направлений, соответственно, преподаватель должен обладать там не только разговорным английским, да. Медицинским английским, безусловно. Да, инженерным английским, конечно. Политехи там, инженерные и так далее, и так далее, и так далее. То есть надо же обучить преподавательский состав. Да, безусловно. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас очень высокий процент остепененности в вузе, 83%. А все, кто защищали диссертацию, они так или иначе занимались иностранным языком серьезно. У нас очень много продвинутых преподавателей, которые заканчили языковые школы. Многие преподаватели знают язык, но мы еще создали специальные условия. У нас преподаватели бесплатно повышают свою квалификацию в языке именно для того, чтобы реализовывать эти программы на кафедре иностранного языка, в университете классическом, лингво-центре. И это у нас уже не один год проводится. Поэтому они продолжают освоение английского и дальше. На сегодняшнем совещании в Совете ректоров вузов были ли определены некие конкретные шаги? Сейчас вот есть модное слово, там, дорожная карта, что-то вот такое. О дорожной карте говорить немножко рано, но общие тенденции и прежде всего то, что нужно сделать обязательно, это прозвучало. Нужно, если говорить в целом о крае и о всех вузах, нужно создать определенный презентационный фильм. Он должен быть на русском, английском, китайском, французском языке, для того, чтобы можно было его показывать там, где потенциально имеются эти абитуриенты. Извините вас, перебиваю. Вот вы определенные языки перечислили. Можно ли делать вывод, что именно вот эти страны нам интересны прежде всего? Ну, Китай вот, да, для себя услышали? Не только они нам интересны, но и мы им интересны. Здесь взаимный интерес, поэтому, конечно, китайский язык обязательно, потому что осенью намечается большая поездка, такая бизнес и вузовская поездка в одну из китайских провинций, где 50 миллионов населения и крайне востребовано образование во всех направлениях. Поэтому, конечно, и на китайском языке в том числе должно быть подготовлено, и на арабском, конечно. Я перебил вас, мы говорили о том, что необходимо сделать. Необходимо сделать. Вот, во-первых, презентацию такую. Дальше каждый вуз должен подготовить то, что он может. Допустим, обучение в медицине востребовано очень. Если брать таких абитуриентов в России, как индийские учащиеся, 90% учатся в медицинских вузах России. А я обратил внимание, что вроде как стало больше гораздо попадаться в таких студентов. Наши. Это наши. Ваши. Понятно. Со всей ответственности могу сказать, что это наши. В этом заинтересовано и государство, индийское посольство. Мы в постоянном контакте. Там представлен наш вуз. Есть опыт преподавания в течение уже третьего года. И даже из других вузов Российской Федерации, из ряда этих городов российских, студенты едут к нам. Им нравятся здесь отношения, уровень преподавания, те условия, которые для них созданы. И вот в целом это, видимо, создает такую достаточно серьезную привлекательность. И число этих студентов растет прямо очень существенно. Хорошо. Ну смотрите, допустим, если приезжают некие иностранные студенты, да, мы несем какие-то затраты. Мы, я говорю регион, в том числе там обучение преподавательского состава, повышение там навыков каких-то, да. А в это время те студенты наши, местные, которые там подросли, они, получается, не могут попасть, потому что место-то занято? Нет, нет, нет. Значит, иностранцы поступают совершенно отдельным конкурсом. На абсолютно другие места. Они все поступают учиться за плату. Поэтому экономически абсолютно обоснованный проект. И он важен для региона и с этой точки зрения. Конечно, эта плата идет в ВУЗу. ВУЗ получает дополнительно финансовые средства и может развиваться сам. Приобретать какие-то учебные пособия. Там оргтехнику, специальные учебники. Доплачивать преподавателям. У нас, я повторюсь, я уже говорила сегодня. Если преподаватель ведет достаточно интенсивно, но в рамках положенного по нагрузке преподавания своего предмета на английском языке, он получает в месяц до 100 тысяч. Это же неплохо. Мы сумели выполнить указ президента, благодаря тому, что у нас такое количество иностранных учащихся еще в прошлом году в ноябре. Это у вас секретный прием получается. Почему секретный? Это все считается и показывается очень легко. Мы свой план финансовый комментируем на заседаниях ректората на ученом совете. И все это знают. Если раньше преподаватель истории получал, мы знаем, какую зарплату, то сейчас, если он ведет таких студентов, если у него есть такая способность и возможность, он получает очень серьезные деньги. И это очень хорошо. И слава богу. А можете открыть коммерческую тайну? Вот сколько в год стоит обучение иностранного студента? Нет, я могу сказать общую цифру, которую мы получили за прошлый год. 120 миллионов. В рублях? Да, конечно, в рублях. Естественно. А какой процент это от остального финансирования? Чтобы понимать масштабы-то. Потому что одна цифра, она ни о чем не будет. Ну, примерно где-то 12%. Ну, это существенно, да. Плюсом. Я понимаю, да. Хорошо, там около минуты у нас эфирного времени осталось. Презентации, о которых вы говорили, обозначены ли какие-то сроки? То есть, когда это будет сделано? Да, сказано, что это должно быть сделано к лету, к новой приемной компании, для того, чтобы она уже шла вот с этими материалами и с новыми подходами. Я благодарю вас. Но по итогам, собственно, уже летних дел, да, я думаю, что встретимся и поговорим. Хорошо. Большое вам спасибо за вашу отзывчивость. Ирина Корюкина в нашем эфире, ректор Пермского государственного медицинского университета. Профессор, спасибо еще раз. Таковы итоги. В следующей неделе увидимся в нашем эфире уже в понедельник. Спасибо, что вы играете. До встречи.